Прежде чем мы начнем это видео, хочу поделиться последней новостью. Я решила открыть магазин, где будет не только одежда, майки, футболки, толстовки, свитшоты и так далее, но и аксессуары, и даже предметы интерьера. Все по нашему любимому сериалу Игра Престолов. В каталоге более 600 тысяч лучших принтов и возможность создать свой уникальный дизайн за 2 минуты. Удобный заказ, качественные вещи, быстрая доставка. В общем, заходите на сайт и убедитесь во всем сами. Ссылка в описании под видео. Всем привет, с вами Чарли. Сегодня я хотела бы порассуждать с вами о судьбе одного из моих самых любимых персонажей Джейми Ланнистери. Сразу говорю, что теория будет о книжной судьбе персонажа. Сериальный Джейми меня разочаровывает все больше и больше. Это кошмарная линия в Дорне. Эх, лучше даже не вспоминать. Я понимаю, что сериал это не книга, это отдельное произведение, что экранизировать все, что написал Мартин, просто невозможно. Но если вы не собирались делать ничего хорошего с Дорном, то не надо было вообще показывать эту часть Семи Королевств и закидывать туда Джейми с Броном. Для тех, кто не читал книг, объясняю свой гнев. Джейми вообще никогда не оказывался в Дорне, его сюжетная линия не пересекается с линией Брона, которого почему-то так полюбили создатели сериала, что в каждом новом сезоне стабильно уделяет ему больше экранного времени, чем, на мой взгляд, заслуживает его персонаж. К тому же причиной того, что Джейми один из моих любимых персонажей, является то, что он растет, развивается, за его метаморфозом интересно читать. В первом томе «Игра престолов» пред нами предстает рыцарь Королевской Гвардии, убивший своего короля, которого он поклялся защищать, столкнувшись с башней семилетнего ребенка Брана Старка. Седьмое пекло, да Джейми спит с собственной сестрой-близнецом и даже стал отцом троих ее детей, что может быть ужаснее. Конечно, нам кажется ужасным его персонаж, и мы называем Тириона единственным нормальным Ланнистером. Но с течением повествования персонаж раскрывается все больше и больше, и мы понимаем, что Джейми – личность сложная, не полностью отрицательный или положительный персонаж. Впрочем, как и большинство персонажей, придуманных Мартином. Во-первых, Джейми, в отличие от сестры и отца, любит своего младшего брата и всегда пытается его защищать. Он регулярно приходил на заседание суда над Тирионом. В итоге, когда братишка проиграл суд поединкам, Джейми решил его освободить, иначе бы Тириону грозила смерть. Во-вторых, да, Джейми спит с собственной сестрой, и это кошмарно. Но в его защиту скажу, что он действительно любит ее, в отличие от самой Серсеи. Когда Джейми узнал о планах отца женить его на Лизе Талли, он, по наставлению Серсеи, стал рыцарем Королевской Гвардии, несмотря на гнев Тайвина. Ведь Джейми был наследником титула и земель Ланнистеров. Но, вступив в Королевскую Гвардию, он должен был от всего этого отказаться, то есть наследником стал Тирион, которого Тайвин ненавидел. Все это было сделано ради того, чтобы избежать брака с Лизой Талли, и, соответственно, не разлучаться с Серсеей. Да, Джейми выбросил Брана Старка из окна, и этому нет оправдания. Но, опять-таки, все во имя любви, во имя Серсея, чтобы сохранить в тайне их отношения. Возвращаясь к теме развития персонажа, замечу, что его ослепляющая любовь к Серсеи не была вечной в книгах, как это может показаться по сериалу. В шестом сезоне мы видим, что Джейми сделает все, что угодно, лишь бы вернуться к Серсеи. Я люблю Серсе. Вы можете смеяться с этим, если хотите, вы можете смеяться, не важно. Она меня нужна. И чтобы вернуться к ней, я должен взять Риверрун. Я отправлю для твоего ребенка, и я его вставлю в Риверрун с катапулом. Потому что ты не важно, Lord Эдмир. Твой сын не важно. The people in the castle don't matter to me. Only Cersei. And if I have to slaughter every Tully you ever live to get back to her, that's what I'll do. В книгах же, после смерти отца, Джейми стал чувствовать себя все более чужим и чуждым. Его ссоры с сестрой стали более частыми. Ни о какой любви уже и речи нет. Когда в Риверрун прилетел ворон с письмом от Серсеи, в котором она, арестованная церковью, умоляла Джейми о помощи, он бросил это письмо в огонь и не стал предпринимать никаких действий. Прозвище цареубийца он получил, вонзив меч в спину своего короля. Да вот только Эйрис был безумен и хотел подвергнуть королевскую гавань со всеми ее невинными жителями дикому огню. Как Джейми не уговаривал его, не умолял сдать город, король был непреклонен. Джейми спас десятки тысяч жизней, он по сути герой, но вместо этого его 17 лет называют в лицо львом Ланнистера, а за спиной шепчут цареубийца. Теперь давайте поговорим о будущем Джейми Ланнистера. Если он не оказался в Дорне, то в каком другом месте? К концу пятого тома «Танца с драконами» Джейми вновь встречает Бриену Тарт. Она говорит, что нашла Сансу Старк и та находится в одном дне езды от лагеря Джейми, но он должен поехать один, иначе пес убьет девушку. Джейми обратил внимание, что Бриенна неважно выглядит и постарела лет на 10. Тем не менее, он уезжает вместе с ней и пропадает, а о дальнейшей его судьбе ничего неизвестно. Чего Джейми не знал, так это того, что до приезда в лагерь Бриенна попала в плен к леди Бессердечной. Та осудила Бриенну как предательницу и предложила ей выбор – жизнь Джейми Ланнистера или ее собственная – меч или петля. Бриенна отказалась и была повешена вместе со своими спутниками. Задыхаясь, она успела выкрикнуть одно слово, хотя и неизвестно какое. По самой популярной версии, это было слово «меч», то есть согласие убить Джейми Ланнистера. Похоже, что так, ведь позже она появляется, живая и практически невредимая. В 2012 году на фестивале Мисс Конн Мартин подтвердил, что выкрепнутое Бриенне слово было «меч» и что мотивом для этого решения было желание спасти из петли невинного подрика Пэйна. Что же случилось с Джейми? Неужели Бриенна отправила его на верную смерть к Леди Бессердечной? Ну, тут начинается безумная фанатская теория. Я знаю, что вы втайне их любите. Сразу скажу, что я не автор теории. Ссылку на источник оставлю в описании под видео. Итак, начнем с обсуждения Леди Бессердечной, ведь именно к ней ведет Бриенна Джейми. Для сериальщиков персонаж не знаком, поэтому кратко расскажу о ней. После красной свадьбы тело Кейтлин Старк разделили до нога и бросили в реку, как и трупы других жертв резни в близнецах. На третий день после этого ее дочь Ария Старк увидела волчий сон, в котором она, находясь в теле Немерии, вытащила из реки на берег знакомо пахнущее тело и отгоняла от него других волков, пока не появились вооруженные всадники, спугнувшие хищников. Мы узнаем, что всадники – это братство без знамен. Берег Дондарен подарил Кейтлин поцелуй жизни, и она вернулась из мертвых. Сам Берег после этого умер, на этот раз окончательно. Только теперь это уже не любящая мать Кейтлин Старк. По сути, это новый персонаж по имени Бессердечная, зловещий живой мертвец с трупными пятнами на лице и проглядывающими костями черепа. Она сохранила воспоминания прошлой жизни, но не проявляла былого милосердия матери. Все ее существование теперь сосредоточилось на месте тем, кто расправился с ней и ее семьей. Таким образом, у читателей мог возникнуть вопрос, почему не Мерия вытянула тело Кейтлин только на третий день после красной свадьбы, и то ближе к вечеру. Случайно? Нет, в мире Мартина случайности быть не может. У него ответы и разгадки даются на все вопросы, пусть даже и через несколько книг. Тело Кейтлина оказалось именно в том месте, где ее буквально через пять минут нашло братство без знамен. И именно в тот момент, когда Берег решил обменять свою псевдожизнь на жизнь Кейтлин. Похоже, что Немерия специально подгадала место и время, чтобы Кейтлин вернули к жизни. Не слишком ли много разумности для животного, пусть даже и магического? И вообще, зачем Мартин вернул Кейтлин к жизни? В чем ее роль, ее функция в дальнейшем развитии сюжета? Вы можете сказать, Немерия ощущала боль и отчаяние Арии, ее тоску по матери, поэтому и вытащила тело Леди Старк. Хорошо, допустим, но вытащить тело аккуратно под поцелуй Берега, давать боли и отчаянию три дня? Нет, слишком много для одного совпадения. И к тому же, как я уже говорила, в мире Мартина не бывает простых совпадений. Итак, это была не Немерия и не Ария. Тогда остается только один человек, который мог это сделать. Могущественный древовидец Иварг. Только он, кроме Арии, теоретически мог иметь возможность как-то влиять на Немерию, как и на всех других старковских лютоволков. Но об этом поговорим как-нибудь в другом видео. За поступком Немерии стоит Бринден Риверс или Кровавый Ворн. То есть он хотел, ему было нужно, чтобы Кейтлин стала бессердечной. Возникает вопрос, зачем? Уж точно не ради мести за красную свадьбу. У него хватает забот с иными детьми леса и обучением Брана Старка. Ответ в том, что бессердечная сама по себе абсолютно не важна. Но она должна сделать что-то важное. И это что-то должно послужить людям в грядущей битве с белыми ходоками. Наконец, танца с драконами бессердечная совершила только один поступок, который может стать важным для саги в целом. Прибрала к рукам корону короля Севера. Но это ведь обычная железяка, скажете вы. Наскоро выкована кузнецом в Риверане вскоре после признания лордами Севера и Трезубца Роба Старка своим королем. Не совсем. На короне Роба есть некие древние руны. Руны эти веками наносились на корону королей Севера. Нанесли их и на новую корону. Просто ради формы, ничуть не задумываясь о содержании. Что именно там записано этими древними рунами, мы не знаем. Не знают даже персонажи саги, которые стоят за появлением этой короны. Но эта запись должна быть очень ценной, раз именно ради нее Кровавый Ворон решил воскресить Кейтлин Старк. Следовательно, корона должна быть доставлена куда-то, где эту надпись прочитают. И это как-то поможет в битве с иными. Вопрос куда? Руны могут прочитать некоторые мейстеры в цитадели. Возможно, их могут прочитать в долине уройсов. И еще руны могут прочитать на севере. Итак, Бессердечные из речных земель отправятся на... Автор теории делает ставку на север. Корона и в буквальном смысле вцепившиеся в нее Бессердечные отправятся именно на север. Во-первых, поближе к Бриндену Риверсу. А во-вторых... Во-вторых, возле Бессердечной в конце пятого тома появляется Джейми. Вот мы и подошли к его судьбе. Джейми, потерявший смысл жизни и мучительно пытающийся обрести его вновь. Чего он хочет сейчас? В первую очередь вернуть самоуважение. Его 17 лет называли цели убийцей. Джейми смеялся и говорил, что ему плевать. Но позже в книгах, да и в сериале мы это увидели. Нет, ему не плевать. Джейми жаждет, чтобы его уважали. Он хочет поступать по чести. Хоть все и считают, что раз он убил своего короля, то никакой чести у него нет. Не будь у него чести, Бриена не покинула бы королевскую гавань вместе с валерийским мечом. Но что бы ни случилось, что бы он ни делал, клеймо царя убийцы ему не смыть. Есть только одно место, которое смывает любые грехи. Ночной дозор. У любого преступника есть выбор, понести наказание или поступить на службу в ночной дозор. Теория заключается в том, что во время встречи бессердечной Бриены и Джейми всплывет тема ночного дозора. И Джейми решит отправиться туда добровольно. А с ними бессердечная и корона, и изрядная часть оставшихся братства без знамен. Им по сути тоже делать нечего. Куда им деваться? Большинство из них понимает, что их будущее это петля и больше ничего. А в дозоре хотя бы кормят. Вступив в ночной дозор, Джейми будет несложно быстро дослужиться до лорда командующего, учитывая, что за люди остались в составе дозора. Тогда он станет тысячным лордом командующим ночного дозора. И скорее всего последним. В самом первом томе Игре престолов мы узнаем, что Джер Мормонт – 997-й лорд командующий ночного дозора. Зачем Мартин написал именно так? Зачем это число столь близко к сакральной тысяче? Для завязки истории он мог быть и 635, и 744, и 842, но нет, Мартин взял именно это число – 997-й лорд командующий. Причем такое число плохо укладывается в 80-летнюю историю ночного дозора. Позже Мартину на это неоднократно указывали, и пришлось ему в пире стервятников придумывать сцену, где Сэм Тарли бормочет о плохо сохранившихся сведениях и о том, что известно лишь 600 с чем-то лордов командующих. Но саге был нужен именно 997-й лорд командующий. Для чего? Напрашивается лишь один ответ, потому что это число близко к тысяче. К тому же Бессердечная, оказавшись в Черном замке, может совершить действительно важный поступок для саги, помимо доставки короны с таинственными рунами. Она оживит Джона Сноу и после этого упокоится, так же как Берек после того, как оживил ее саму. Я знаю, что в сериале это сделала Мелисандра, но книги и сериал не обязаны развиваться абсолютно одинаково, тем более Бессердечной в сериале нет. Итог главный будет одинаковым, что тут, что там, Джона оживят. Но Мартин сделает это интереснее, чем сценаристы сериала. Меня лично не впечатлила эта невнятная сцена, когда Мелисандра просто помыла Джона, постригла его кудри и пробургнутала что-то непонятное над его телом. Мелисандра не умеет оживлять все, что она дарит, это смерть, не жизнь. Рожает она лишь убивающие тени. А вот животворящие поцелуи, чудо прошедшее мимо нее, Бессердечная хоть и выглядит как живой труп, несет в себе это чудо от Берека и может его передать, так же как он сделал в свое время. У красной же женщины этого дара нет. Всем, кто после просмотра данного видео решит покрутить пальцем в виска, автор теории задает вопрос. Зачем тогда вообще Бессердечная? В чем ее роль в саге, ее функция? И для чего Кровавый Ворон приложил все усилия, чтобы воскресить ее? Ведь похоже, что это сделал именно он. Вот такие вот дела, друзья. Создатели сериала закинули Джейми на юг, в Дорн. Мартин же может отправить его на север, в Черный замок. Ночной дозор смывает любой грех, и это именно то, что нужно персонажу. И чего он желает после смерти отца, после ссоры с братом, после того, как у него открылись глаза на женщину, которую он любил всю жизнь. Это то, что он заслуживает, разумеется, если только Мартин уже не убил его зомби руками бессердечные. И мы узнаем об этом только когда прочитаем Ветра Зимы. Молюсь всем богам, старым и новым, чтобы он этого не делал. Джейми Ланнистер. Тысячный лорд, командующий Ночного дозора. Пусть история запишет его так, а не как царе-убийцу. Надеюсь, вам понравилось это видео. И если так, то не забывайте ставить палец вверх. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Загляните в мой магазин с интересными вещами по Игре Престолов. Вступайте в группу ВКонтакте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok